Так, сейчас у нас доклад, опять еще один, Славль Лавинович Плавинский, мета-анализ, современные методы. Я думаю, что от участников не будет ожидаться, что они начнут писать мета-анализы, но хотя бы, я надеюсь, они научатся правильно интерпретировать данные мета-анализов, потому что я вижу очень много сейчас точек зрения, крайностей, и что одни говорят про мета-анализы как золотой стандарт, а другие, наоборот, говорят, что мета-анализы уже не те и так далее. Мне кажется, просто надо понимать их и знать, о чем идет речь. Спасибо. Ну, на самом деле, то, что касается споров насчет мета-анализов, они идут назад еще к Гансу Айзенку, который был известный психолог, который был жестким противником мета-аналитической техники, и говорил, что вот это объединение разных исследований, то есть мета-анализ – это статистическая методика, которая позволяет нам объединять данные разных исследований. Он называл его упражнением в мета-глупости. И поэтому вот с тех пор идет как раз спор между тем, можно объединять результаты разных исследований или нельзя объединять результаты разных исследований. Но, с другой стороны, понимаете, всегда нужно задавать себе вопрос, в чем наша альтернатива. Когда мы начинаем говорить про мета-анализ, мы должны задать себе вопрос, какова альтернатива? А альтернатива заключается в следующем. У нас есть 350 исследований. И как мы их можем описать? Мы можем просто 350 исследований описать, а можем что-то попытаться. Ну, как вы опять догадываетесь, если я что-то показываю не относящиеся к АР или КСАС, это будет из The Economist. Значит, вот из последней публикации статья называлась On Target. Они каждый июнь дают новости с Конгресса американских онкологических обществ. И вот, соответственно, эта статья, которая называется, вернее, они процитировали ее, статья посвящена одному из постеров, который был на этом Конгрессе, который назывался «Влияние точной медицины в случае рефрактерных онкологических опухолей». Метаанализ 13 203 пациентов в клинических испытаниях первой фазы. И вот просто, чтобы было понятно, люди нашли 346, вот, во-первых, по предыдущему докладу, зачем они это сделали? Им было интересно. Есть таргетная терапия. Но если таргетная терапия используется на фоне биомаркеров, персонализированная медицина, то результаты получаются лучше или хуже? На самом деле, ответов на этот вопрос в виде хороших крупных исследований третьей фазы, их просто нет еще. Еще не появилось. Но большое количество небольших исследований, оно было сделано. И что они сделали? Они взяли 346 вот таких опубликованных исследований, изучили процент отклика на лечение, выживаемость без прогрессирования. Вот. Затем сделали мультивариантный анализ, чтобы учесть различия в группах. И выяснили, что персонализированный подход связан с улучшением процента отклика, 30,6% был отклик в группе, где использовались биомаркеры, персонализированная медицина, против 4,9, там, где биомаркеры не использовались, и удлинение медианного периода без прогрессирования, выживаемости без прогрессирования. 5,7% против чуть-чуть меньше трех месяцев. Вот, соответственно, возьми они одно исследование, оно было бы недостаточно мощным. То есть мало людей взяли. А здесь, за счет того, что мы объединили большое количество исследований, мы получаем возможность сделать предположение, понятно, что это не всегда может быть доказательство, но это, по крайней мере, может быть предположение, что мы двигаемся в правильном пути. Потому что первая фаза, а в онкологии вообще ведь очень много. Первая фаза, первая фаза, первая фаза, второй фазы уже значительно меньше. А пока, да. А до третьей вроде бы никто и не доходит. Вот. Ну, эти же авторы, обратите внимание, экономист их назвал, вот этих людей, метафизишн. Да, с одной стороны метафизика, это физика, с другой от слова физичен, врач. Вот. Они до этого, в прошлом году, они использовали аналогичный подход, но только для анализа 570 исследований второй фазы. Да. И вот, соответственно, они тоже показали, что персонализированная терапия вроде бы оказывает больше, лучший результат, нежели ее отсутствие. Вот. Соответственно, когда мы с вами начинаем говорить про метаанализ, мы с вами говорим о том, что это суммарный анализ нескольких оригинальных статей. Вторичный статистический анализ. Сколько этих статей будет? Зависит от того, как вы выбираете, какие критерии включения и исключения вы ставите для того, чтобы найти эти статьи для включения. Скажем, вы слышали про Кохрановское сотрудничество, которое считается, генерирует обзоры на высшего уровня качества. Но если вы посмотрите Кохрановские обзоры, то чаще всего там выводы примерно следующие. Мы взяли 5000 статей, из них отобрали, значит, после просмотра абстрактов и всего остального для полнотекстовый 300, из них отобрали 8, но в результате полностью подошло под наши критерии включения и исключения и качества одно. И вот это одно исследование, оно и описывается. Вот, посмотрите, обратите внимание, то есть в Кохрановских обзорах они настолько жестко, методологически устанавливают рамки, что фактически зачастую они находят то одно исследование, которое методологически лучше всех. Но когда что-то лучше всех, и вот это тоже нужно помнить, когда мы говорим про метаанализ, эта группа может принципиально отличаться от той группы, с которой клиницисты будут сталкиваться в реальности. Да, то есть когда мы устанавливаем очень жесткие критерии включения и исключения, мы отбираем чистую группу, да, у нас будут мужчины в возрасте 45 лет, белые, не курящие, со средней массой тела 60 килограммов ростом 170 сантиметров. И вот на этой группе мы покажем, что препарат работает замечательно. А вот только на жирных мужиках 50 лет, пьющих и курящих, этот препарат работать не будет. Но мы об этом не узнаем, потому что в наше исследование это не было включено. То есть вот это вот очень важно. И важнейшей задачей метаанализа является нахождение гетерогенности в тех исследованиях, которые были опубликованы. Сейчас выполнять метаанализ технически стало, ну, скажем так, очень просто, потому что появились пакеты, которые это делают. Ну, вот название нескольких пакетов на экране и все, что я буду показывать, да, оно все как бы иллюстрации, сделанные в этих пакетах, ну, кроме тех, которые из Экономиста. Вот, значит, что находится за пределами, что просто мы с вами понимали, вы уже это обсуждали, но все-таки, на всякий случай, еще раз повторюсь, да, у нас есть просто обзор, да, большая часть того, что вы будете читать, это просто обзоры, описательные обзоры. Я пишу, ну, чем плохо описательный обзор, тем, что он субъективен. Я подбираю литературу, я нахожу по принципу бревна в глазу дефекты у тех статей, которые мне не нравятся. Я радостно цитирую маленькие исследования, но которые нашли то, что аналогично мне. Вот. И поэтому, в принципе, считается, что чем большим экспертом в предметной области является человек, тем более смещенным оказывается его описательный обзор. То есть, он находит то, что он хочет найти. Ну, это известный факт. Да, поэтому лучше всего описательные обзоры пишут студенты. потому что они еще ничего не знают в этой области. Они открыты, они объективны. А если это специалист, то он просто подтверждает, да, самое страшное, что может быть, это впасть в любовь со своей теорией. Вот. Значит, поэтому, поэтому, часть обзоров, часть обзоров делается в виде систематического обзора. Систематический обзор это обзор, который имеет раздел материалы и методы. То есть, иными словами, в систематическом обзоре мы выдвигаем правила включения и исключения и оценки качества статей. То есть, мы говорим, мы будем включать в исследование только статьи, которые были опубликованы в период с 2000 по 2016 год. В этих исследованиях было включено не менее 100 человек. И в качестве основного исхода они включали общую выживаемость. Да? Есть материалы и методы. И очень часто в систематических обзорах просто указана поисковая стратегия. И вы, если работаете, а, у вас будет еще занятие по Пабмеду, да, в Пабмеде есть свой собственный язык, язык поисковых запросов. И вот фактически, когда вы знаете этот язык поисковых запросов, вы ввели его в строку, кто-то другой взял и ввел этот же поисковый запрос в строку, он найдет точно те же самые статьи, что нашли вы. То есть, иными словами, выполняется важнейшее условие науки воспроизводимость. То, чего нету в обычном описательном обзоре, да, он невоспроизводим, он идиосинкрастичен. Другому человеку получите писать обзор на эту же тему, он его напишет по-другому и даже процитирует других авторов. И вот сделали систематический обзор. А вот затем, когда сделали систематический обзор и выяснилось, что есть определенное количество качественных публикаций, их как-то хочется просуммировать. И вот это вот суммирование качественных публикаций, численное уже, да, оно и называется метаанализом. То есть, фактически, вот почему говорится, что метаанализ находится наверху доказательности. Потому что, строго говоря, да, у нас вот есть просто обзоры, систематический обзор. И если систематический обзор дал нам немножко разные результаты, мы можем их просуммировать, да, и получить результат. Но если мы начнем делать метаанализ вот здесь, то мы получим метаглупость. Да, если я сам отобрал какие-то статьи, которые мне нравятся, и их просуммировал, это ничего не доказывает. Только вот на этом пути. Значит, соответственно, разница между обычным литературным обзором и систематическим. Литературный обзор, широкий спектр вопросов, систематический всегда конкретный клинический вопрос. Стратегия поиска литературы здесь произвольная, здесь всеобъемлющая. Есть протокол исследования, оценка качества включаемых исследований может отсутствовать, всегда присутствует. Отбор факторов для включения в обзор произвольный в соответствии с критериями включения и обобщение данных обычно качественное, описательное, очень часто количественный, да, метаанализ. Значит, шесть причин, почему можно проводить метаанализ. Получение более стабильной оценки эффекта терапии, да, у вас несколько исследований, мы помним, что в каждом исследовании получается ошибочное, да, то есть любой результат, который вы получите, он ошибочный, да, и который опубликован в статье, потому что никому не удастся получить ровно такую же цифру. Но если мы возьмем несколько статей и вместе их просуммируем, то тогда наша оценка будет более стабильная. Это как, да, когда несколько человек повторили, среднее средних всегда ближе к истинному среднему. Следующая оценка различия между исследованиями и возможности генерализации результатов, да, то есть мы смотрим, исследования разные, она не настолько разная, что их нельзя суммировать, или они все-таки разные, но похожие, да, то есть у нас взяли, посмотрели результаты, посмотрели, ну, как если бы мы, не зная, кто здесь находится, да, с закрытыми глазами, начали бы смотреть, кто находится в аудитории, и взяли бы мужчин и женщин, и решили бы, что вообще все одинаковые, да, можно так делать или нельзя так делать. Вот, следующее, это анализ эффектотерапии в отдельных подгруппах. В каждом, в каждом исследовании есть анализ в подгруппах. Подгруппы небольшие, не специфицированы были исходно в протоколе, поэтому, соответственно, скажем, достоверных различий нет, или они на грани, но несколько исследований взяли, да, и можем посмотреть, одинаковый эффект или нет. Предоставление более надежных данных лицензирующим организациям, это, понятно, оценка потребностей планирования исследований и сравнение результатов данного исследования с другими, проводившимися по этой теме. На самом деле, сейчас метаанализ FDA и EMEA обязательно требуют, если вы планируете исследование с гипотезой не меньшей эффективности. У нас сейчас все обожают исследование не меньшей эффективности, и вот, соответственно, для определения границ вот этой самой не меньшей эффективности сейчас требуется проведение метаанализа. Значит, этапы стандартные, мы ищем литературу, мы кодируем ее так, чтобы ее можно было использовать, и затем мы проводим, собственно говоря, сам анализ. Кодировочная схема, которой нужно придерживаться, обязательно публикация, название публикации, какой год был, указать полностью источник, обязательно какие методы использовались, какой тип выборки был использован, чтобы потом не забыть, что делалось, дополнительные данные, если есть, ну и статистика, суммарные данные, если есть. Ну вот здесь вы будете иметь гигантские проблемы, если вы будете включать в исследование российские исследования, выяснить, какой был тип выборки, и как люди, которые попали в исследование, распределялись на подгруппы воздействия, не всегда возможно. Например, написано рандомизированное исследование, а по тексту говорится, что разница между группами была, потому что, значит, как бы они попадали сами в разные группы в зависимости от тяжести течения. Вот. То есть, ну вот, да, да, да. Значит, соответственно, особое внимание уделяется в метаанализах размеру эффекта. Вы это уже обсуждали, а я просто еще раз повторю. Вот скажите, пожалуйста, какой из этих трех препаратов лучше? Препарат А, Б или вы? Хочется сказать А, да? Хочется сказать А, потому что П значительно меньше единицы. В реальности абсолютно одинаковый размер эффекта. То есть, эффективность препарата абсолютно одинаковая. это просто за счет того, что у нас разное количество наблюдений. Да? Разное П. Запомните, пожалуйста, одну вещь. П можно сравнивать только в том случае, если у вас одинаковые размеры выборки. Если у вас размер выборки разный, П ни о чем вам не говорит. Ну, то есть, их можно конвертировать, да, но без конвертации они ничем вам не помогают в анализе данных. Поэтому обязательно внимание уделяется размеру эффекта. Ну, вот, в свое время Коэн, который очень много делал для планирования клинических испытаний, он говорил, что если размер эффекта не превышает 0,2, то это слабый, если 0,5, то это средний эффект, и если 0,8, то говорят о большом эффекте действия препарата. Это просто за тем, когда вы суммируете данные, да, вы и должны описывать. Метаанализ и прочее, они дают не просто, что П меньше 0,05, да, основная идея как раз сказать большой эффект или маленький эффект, да, потому что, когда вы начинаете объединять данные, то у вас становится все больше, 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 и вы минимальные, тривиальные различия можете сказать, что они важные. Это, помните, был старый советский анекдот, когда идет солдат, подходит к сержанту, говорит, товарищ сержант, а танки летают? Да ты что, дурак, что ли? А вот товарищ лейтенант говорит, что танки летают. А, ну, тогда летают. Только не зехонько, не зехонько. Вот так и здесь, понимаете? Если вы наберете 13 280 человек, у вас танки будут летать. Только не зехонько, не зехонько. Да, и с точки зрения клинициста это будет абсолютно бессмысленный результат. Поэтому, да, обязательно размер эффекта оценивается. Ну, это мы пропустим. Значит, какие показатели размера эффекта могут быть? Это могут быть средние значения в группе контроля лечения в сочетании со стандартным отклонением или ошибкой средних. А значение частот четырехпольной таблицей. Значение отношений шансов или относительного риска. Вот это используется часто. Средние значения используются часто. Немножко реже используется абсолютное снижение риска. Но в литературе очень любят и сейчас в клинике используется показатель количества людей, которых необходимо лечить для того, чтобы у одного предотвратить наступление неблагоприятного исхода. А? ННТ. Да, ну, знакомый показатель. Вчера рассказывали лекции, объясняли. Все же помнят. Да. Такой, это хороший показатель. Правда, я никак не могу запомнить, как Василий Викторович придумал его перевести на русский язык. Вот. У него был какой-то русский перевод, он мне его показывал. Я его не запомнил. Вот. Ну, потому что по-русски это очень сложно принять ННТ лучше. Число больных, которых не... ЧБЛ... ЧБЛН? ЧБЛН, да, ЧБЛН, 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 да. Вот. Значит, соответственно, как размер эффекта, но для превращения в другие мы можем использовать значение критерия Т с количеством наблюдения Фишера и так далее, и так далее, и так далее. Все это можно конвертировать. Ну, формулы я вас не буду пугать. Значит, показатели эффекта лечения. Относительный риск, снижение относительного риска, снижение абсолютного риска. Когда вы суммируете данные, да, все-таки постарайтесь посмотреть на оба этих показателя. На относительный риск, на снижение и на снижение абсолютного риска. На снижение относительного и на снижение абсолютного риска. Почему? Смотрите, если у вас относительный риск составляет 3, это хорошо или плохо? То есть в 3 раза ниже количество исходов. Ну, относительный риск. Относительный риск смерти 3. Это хорошо или плохо? А почему непонятно? Ну, в три раза ниже смертность. В три раза ниже смертность. Разве это плохо? Ишемическая болезнь сердца. Как было показано в исследовании, в результате применения препарата смертность снизилась в три раза. Совершенно верно. Совершенно верно. Если это у нас было 30% и снизилось до 10%, это интересно. Но если это было 3 на 10 тысяч и снизилось до 1 на 10 тысяч, то интерпретация будет принципиально другой. То есть вот на это нужно обращать внимание, что интерпретация... А у нас, если вы посмотрите литературу, практически всегда RROR. Еще раз вспоминайте вчерашнюю лекцию Маанси Аванина. Она была, с одной стороны, заполнена цифрами, но именно там было как раз RROR. И именно то, что надо считать, и то, что вам нужно считать во всех исследованиях. Это основа. Да, то есть просто вот... Просто понимаете, пожалуйста, что те, кто представляют результаты, помните, они всегда хотят убедить людей в том, что они правы. Поэтому они из возможных статистик и из возможных показателей выбирают самый убедительный. Что не означает, что этот показатель является самым интересным для вас. Вот. Значит, соответственно, сейчас есть несколько статистических моделей для метаанализов. В классическом метаанализе существует две основных, с которыми вы столкнетесь, когда будете читать литературу. То есть просто, чтобы понимать, когда вы будете читать. Значит, модель с фиксированными факторами. Значит, идея метаанализа с фиксированными факторами заключается в том, что эффект от терапии во всех исследованиях, истинный эффект от терапии, во всех исследованиях одинаков. То есть, грубо говоря, во всех исследованиях, вне зависимости от того, на каких больных оно использовалось, уровень смертности снижается ровно в два раза. Понятно, да? Почему же тогда отличие между исследованиями? Нет, не пациенты разные. Есть случайная ошибка, да? Один и тот же пациент, я. Один и тот же пульс у меня. Но если мы его будем считать, цифры будут получаться разными. За счет чего? Случайная ошибка. Вот запомните, пожалуйста. Источник случайная ошибка. То есть, исследования различаются друг между другом только потому, что они проводились на разных выборках. Там только компонент случайной ошибки. Соответственно, у нас есть вот истинный, неизвестный нам размер эффекта, но мы точно знаем, что он одинаков во всех исследованиях. Соответственно, да, вот он. Схема такая. Первое исследование, второе исследование, третье исследование, да, у них у всех абсолютно одинаковый размер эффекта. Значит, поскольку у всех исследований один и тот же размер эффекта, наблюдаемый размер эффекта варьирует только вследствие случайной или выборочной ошибки. В реальности, вот почему мы получили. Вот случайная ошибка, вот случайная ошибка, вот случайная ошибка. Из-за этого, да, у нас получаются разные результаты. Из-за случайной ошибки. Но мы знаем, что она есть, и мы можем совершенно спокойно использовать классические статистические методы для того, чтобы оценить истинное значение. Да? Вот. Соответственно, рассчитываются весовые коэффициенты и делается анализ. Второй вариант, который мы можем предположить, это вот, который вы стали говорить, пациенты разные, да. То есть, варьирование между исследованиями связано в том, что у нас есть, да, эффект истинный, одинаковый и небольшие колебания за счет того, что у нас есть различия между подгруппами пациентов, да. То есть, иными словами, словами, в реальности у нас эффект, он не вот такой, да. Он немножко отличается в зависимости от того, какие пациенты у нас были, где вот истинный результат для этого исследования, истинный результат для этого исследования, истинный результат для этого исследования. А в среднем он вот какой-то такой. Для популяции в целом. И вот это вот называется модель со случайными факторами, потому что здесь уже два компонента получается. Да? Вот эти отклонения, которые обеспечиваются, и вот то, что мы хотим оценить, сам средний размер эффекта. Здесь уже не истинный, а средний размер эффекта. Да? И, соответственно, здесь у нас уже вариабельность размера эффекта и случайная ошибка. И вот, соответственно, одно исследование у нас, посмотрите, да, у него будет, вот это его истинный эффект, у исследования, который смещается из-за наличия случайной ошибки. То есть, грубо говоря, если бы мы взяли абсолютно аналогичную популяцию, мы бы все равно получили другой результат. Да? И плюс еще к этому, сама популяция отличается от других популяций. Да? И, соответственно, получается дополнительная, да, вот он, истинный эффект. Ошибка в результате того, что у нас есть вариабельность самого, и ошибка вторая. То есть основное, а теперь основное, что вы должны запомнить. Модели со случайными факторами значительно не делают таких предположений об исследованиях, как делают модели с фиксированными факторами. Поэтому в модели с фиксированными факторами всегда легче найти достоверность, да, в суммарном анализе, чем в модели со случайными факторами. Поэтому, соответственно, при прочих равных условиях модель с фиксированными факторами всегда должна быть хорошо обоснована. — Просто еще раз вспоминайте первую лекцию сегодня по биостатистике, где рассказывали про модели с фиксированными факторами. Статистически это те же методы, используются и в мета-анализах. Если, опять-таки, вы еще просмотрите лекции. — Да, нет, ну это с первого раза, и с десятого раза это плохо, в общем, запоминается. — В зависимости от факторов, то, что вы изначально говорили, что… — У мужчины такой-то рост, такой-то рост, да? — Да, да, фактически да, фактически да. У нас очень гомогенная группа. Ну, на самом деле, можно предположить, что вне зависимости от того, кто, действует абсолютно одинаково. Но по моим наблюдениям аспирин действует, в принципе, у всех людей одинаково, если у них болит голова, и это не мигрень. Там нету гетерогенности выраженной. Да, а вот есть другие препараты, которые зависят. Поэтому, соответственно, если мы можем предположить, что препарат действует абсолютно одинаково у всех, то тогда мы не накладываем ограничения на популяцию. Если нет этого, то мы накладываем. В результате модель со случайными факторами всегда дает более широкие доверительные интервалы. Ну, теперь вот, соответственно, как этот метаанализ делается, простейший. Ну, так вот выглядит примерно заготовка для метаанализа. Я для того, чтобы всех повеселить, взял с большим компонентом отечественных исследований. А то не продемонстрируешь публикационные ошибки, ведь если будешь брать. Вот отберешь все хорошее, да, и там дефектов и не найдешь. Вот, значит, соответственно, учитывается количество людей, которые было в группе активного препарата, в группе контроля. Значит, те количество умерших в группе активного препарата, в группе контроля. Потом поймете, зачем нам необходим год, и учитывается страна, в которой было проведено исследование. Значит, ну, вот так вот выглядит результат метаанализа. На самом деле результат метаанализа, он находится вот тут вот, в самом низу. А вот это вот все, это просто оценки результатов отдельных исследований. И обратите, пожалуйста, внимание, да, по отдельности все пересекают границу в единицу, то есть, иными словами, все исследования дают незначимые результаты. Однако, когда мы их объединили, да, суммарное отношение шансов равняется 0,67, 95-процентный индивидуальный интервал 0,46-0,96. То есть, иными словами, он не пересекает границу в единицу. Значит, соответственно, пока, да, вот мы сейчас не говорим о качестве исследований, мы могли бы утверждать, что после того, как мы просуммировали эти исследования, суммарно данный препарат обладает положительным действием. Он снижает количество смертей примерно на треть. Да, 0,67. Отношение шансов 0,67. Дальше мы смотрим гетерогенность. Очень важно, да, а можно ли было в принципе объединять эти исследования, да, то есть, вот это тест, который отвечает на вопрос, могли ли мы объединять. Здесь 4,38 и P-оценка, которая связана с ним, 0,73. Да, нулевая гипотеза, соответственно, здесь у нас будет, что гетерогенность отсутствует. Мы бы ее отвергли, если бы у нас P оказалось меньше 0,05, соответственно, здесь мы не отвергаем нулевую гипотезу. Это не значит, что гетерогенности нет. Но в данном случае мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу о том, что гетерогенности нет. Соответственно, теоретически мы могли просуммировать эти данные. Лучше, конечно, ну как всегда, один график лучше тысячи слов, да, поэтому вот эти же данные выражены графически, да, указаны, как это принято. Это лесной график, при помощи которого принято иллюстрировать результаты метаанализа, да, указывается авторы и год, когда было проведено исследование, доверительные интервалы. Обычно размер квадратика пропорционален количеству людей, которые включены в исследование, чтобы мы могли посмотреть, какие здесь были маленькие исследования, какие большие. И другим, обычно ромбиком, изображаются суммарные оценки. Здесь видно, что ромбик смещен в пользу положительных результатов, да, снижения смертности. И он, ну, тут нужно очень приглядываться, что он не трогает границу в единицу. Да, поэтому нам придется посмотреть. Теперь модель со случайными факторами. Я вам говорил, что модель со случайными факторами всегда дает более широкий доверительный интервал. И вот если вы посмотрите, здесь уже, да, заходит за пределы. Теперь, соответственно, мне бы надо было применить очень большие усилия для того, чтобы объяснить, почему я предпочту модель с фиксированными факторами. Да, то есть модель с фиксированными факторами предполагает, что популяции, не важно, на какой популяции проводился анализ. То есть модель со случайными предполагает, что важно, на какой популяции. Вот если мы говорим о том, что это важно, тогда у нас уже результат становится недостоверным. И, соответственно, если я не могу опровергнуть модель с фиксированными факторами, я принимаю то, что было у модели со случайными факторами. Ну вот немножко другой рисунок, просто чтобы вы видели другой пакет, немножко другой рисунок, но все примерно то же самое. Здесь, видите, еще и циферки нанесены, чтобы было легче ориентироваться. Теперь следующее. Получили мы достоверный эффект. А насколько он стабилен? Следующий вопрос, который возникает в процессе метаанализа. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем задать себе вопрос. А сколько исследований должно было остаться в ящике стола? Потому что известно, что люди, которые получают положительный результат, они тут же бегут его опубликовать. А вот если они получают отрицательный результат, они обычно думают, а достаточно у меня хорошо сделанное исследование, чтобы его опубликовать или нет. Особенно это характерно для тезисов. Если я взял 10 человек, получил некий результат, надо скоро ехать на конференцию, и у меня есть поменьше 0,05, я говорю, ох, я про это напишу. Вариант номер два. Я взял 10 человек, у меня P больше 0,05. Ну что, с этим что ли поедешь? Да любой человек, с которым ты с этим приедешь, он тебе скажет, слушай, ты что, на 10 человеках что-то доказать хочешь? Поэтому, соответственно, с этим никто не поедет. А затем получается очень интересная штука. Человек, который с 0,05 приехал, он опубликовался в тезисах, потом добрал до 50 и больше уже никуда не поехал. Поэтому, соответственно, задаются вопросы, сколько нужно статей для того, чтобы опрокинуть те заключения, которым мы приходим. То есть о достоверности. Вот, пожалуйста, несколько таких методиков. Видите? Тут одно, тут четыре, тут три. Но вот это вот даже нам показывает, ну это классический метод Розенберга, он показывает, достаточно, чтобы одно исследование осталось в ящике стола, чтобы мы отказались от результатов даже модели с фиксированными факторами о том, что препарат эффективен. И это нам позволяет лучше интерпретировать результаты метаанализа. Кроме того, мы должны посмотреть еще более внимательно на гетерогенность исследований, потому что если у нас вот такая картинка, то в этом случае явно объединять эти данные в принципе нельзя. Для того, чтобы проанализировать гетерогенность исследований, есть два типа графиков. График Божо. Видите, это влияние на гетерогенность по одной оси и влияние на результат по другой оси. Вот если у нас бы было здесь, это было бы совсем плохо, какое-то исследование, которое сильнее всего влияет и на результат, и на гетерогенность. Здесь же у нас мы видим, что одно исследование сильнее всего влияет на результат, а другое исследование, Вероника Игоревна Скворцовой, сильнее всего влияет на гетерогенность. Это правда. Вот. Теперь второй тип графиков. График Эль Аббе. Он рисует частота событий в группе контроля, частота событий в основной группе. Если у нас выполняется правило пропорциональности, то они должны лежать на одной линии. Если же оно отклоняется, то что-то при увеличении частоты событий, при изменении частоты событий происходит. То есть, например, препарат может быть лучше работает, когда высокая смертность, или наоборот лучше работает, когда низкая смертность. То есть вот это график, который демонстрирует гетерогенность в зависимости от частоты событий. Следующий метод, которым вы можете воспользоваться, метаанализ, это так называемый кумулятивный метаанализ Кумулятивный метаанализ показывает временные тенденции в измерениях оценок То есть предыдущие годы и последующие коррекции Ну, наверное, если вы смотрели книжки по доказательной медицине, там любимая картинка Это появление в разных учебниках, в статьях, в учебниках и всего остального Рекомендации по использованию тромболитиков после инфаркта миокарда Где показано, что в хороших исследованиях с метаанализом уже давно было показано, потом только появилась статья Вчера показывали, да Да-да-да, вот этот график Так вот, вот это как раз идея кумулятивного метаанализа Мы накапливаем данные и они в конце концов начинают нам показывать, когда нам можно включать это все в клинические рекомендации Ну вот вам, пожалуйста, пример кумулятивного метаанализа, вот на тех данных, которые я показал Смотрите, что у нас происходит Первое исследование, все не очень хорошо, да, то есть на самом деле, вот оно даже, да, потом внезапно выходит второе исследование Вероники Игоревны Вот, и после этого становится все неплохо до тех пор, пока не влезает Хайс и соавторы После чего она возвращается сюда и уже теперь стабилизируется на таком уровне Другие исследования уже, видите, сильно не влияют Причем здесь крупные исследования, да, ведь крупные исследования, которые перетянуло результат и уже стабилизировало его, затем его стабилизировало Но это не обязательно, что это российские исследования, такие, посмотрите, пожалуйста, историю со статинами Первое исследование по статинам, статины значительно хуже, люди умирают на фоне приема статинов с большей частотой Затем 4С исследование, знаменитое скандинавское статиновое исследование Сместило, да, вроде бы все прекрасно, потом на самом деле выходит, что на самом деле прекрасно, но не очень так уж сильно И затем стабилизируется на какой-то средней То есть, иными словами, вот эта вот картинка, да, когда плохо, прекрасно, на самом деле, где-то посередке истина Она соответствует, да, то есть, поэтому нужно никогда не бросайтесь к последним достижениям науки Было такое исследование, которое показывало, что в течение 25 лет примерно половина из новых препаратов исчезает с рынка или получает черную метку Поэтому и была рекомендация не бросайтесь использовать последние достижения медицинской науки Потому что через некоторое время выяснится, что они не такие уж и большие достижения Да, и вот этот вот кумулятивный метаанализ, он как раз является иллюстрацией, да То есть, вот вначале все хорошо, а потом стабилизируется на том уровне Ну, это как всегда, да, мы делаем первые... Знаете, это закон Мунка Вам не говорили еще закон Мунка? Нет? Никогда не пытайтесь повторить удачный эксперимент Вот, следующее влияние, которое оказывается на метаанализ, так называемые публикационные ошибки Идея какая публикационных ошибок? Человек получил хороший результат, да, препарат работает Он тут же это пошел и публиковал Человек получил результат, что препарат не работает На небольшой группе он это не опубликовал В результате публикуются только статьи с хорошим эффектом И всем кажется, что препарат работает Но в этой ситуации что происходит? Помните, вам говорили, что случайная ошибка Для нее характерна разброс, да, в обе стороны от истинного значения И чем меньше размер выборки, тем больше разброс Поэтому, соответственно, если мы построим график, где у нас по одной оси будет размер эффекта А по другой оси, по вертикальной, будет количество людей, включенных в исследование Да, качество исследования, что обычно определяется размером выборки То мы должны получить вот такую равномерную пирамидку, если все публиковалось Причем внизу она будет более широкая Меньше людей, больше разброс данных Наверху она будет более стабилизированный Чем меньше у нас исследований, тем меньше разброс данных Но после некоторого повышения количества людей, да, оценки стабилизируются Поэтому на самом деле график будет не пирамидой, а вот так вот воронкой Поэтому этот график называется вороночным графиком Или funeral plot И вот, соответственно, да, вот они графики Вот по идее, да, вот это немножко напоминает воронку А вот это уже явно не напоминает воронку То есть, иными словами, здесь обрезано, здесь большое количество неопубликованных данных Бывают и такие результаты Публикуются только те, кто нашел, что это хорошо И те, кто нашел, что это очень плохо А вот те, кто нашел истинный результат, что нифига не работает Они смущаются и не публикуются Вот А вот это вот нормальный, заполненный Вот Ну вот это вот тоже такое Это BMG Тоже увидите картинку, всегда узнаете, что это из BMG К моему предыдущему выступлению, да Журнал имеет свой собственный стиль А вот Из BMG это эффективность акупунктуры Ну и как вам вот эффективность акупунктуры? Да, то есть вот чем больше становится исследование, тем ближе оно приближается к истинному значению Вот А эффект, который нам кажется, да Смотрите, сколько было опубликовано исследований, которые говорили Работает, 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 работает Вот зачем нужен метаанализ со всеми этими графиками? Потому что приходят и говорят Ну как же, Иванов, Петров, Сидоров, Джонсон и Джонсон Вот Все показали, что работает Ну да, ну было парочка исследований, которые, да, ну где-то было в районе нуля Ну их же было мало Это называется vote counting Да Так вот, вот прежде чем заниматься подсчетом голосов, да Мы должны посмотреть, а что делали Иванов, Петров, Сидоров и прочие Джонсоны, да По сравнению с Хейфицем Вот Значит, соответственно, да У нас здесь явно односторонние И, соответственно, мы не можем верить этим данным Ну теперь возвращаемся к нашим баранам Которые я вам показывал только что А здесь у нас как? Ну, видите, да То есть у нас явно вот тут пусто У нас не хватает Это не положительный результат Это отрицательный результат То у нас опубликованы с положительным результатом, да Лучше препарат, чем плацебо И не хватает с положительным результатом Да Вот они То есть они колеблются вокруг вот этого Вот этого участочка Да, совершенно верно На этом построена идея Отсечения размера Определенного размера выборки При включении в систематические обзоры Да, то есть вот если мы Отсекаем вот здесь То все остальное идет уже лучше То есть ограничим Отбрасываем самые маленькие исследования И у нас становится все хорошо Не собираем тезисы Вот Для того, чтобы справиться с тем И сказать, а какой же должен был быть эффект Вот этими метафизишенами Была предложена методика Которая называется Вырежь и заполни Идея заключается в следующем Что мы считаем Что на каждое вот такое Опубликованное исследование Которое находится в сторону От как бы истинного размера эффекта Находится одно неопубликованное Мы их как бы вставляем И смотрим, что при этом получится Ну при этом получается Что у нас, соответственно Суммарный эффект незначимый То есть иными словами Пользуясь этим методом Мы можем сказать Да, что суммарный эффект незначимый И соответственно тот эффект Который мы получили Был в результате Скорее всего Публикационных ошибок В результате того Что маленькие исследования Не публиковались Соответственно этапы Стандартные этапы метаанализа Получить суммарный Я по-моему задерживаю уже Нет? Еще есть, да? Вот Соответственно этапы метаанализа Получить суммарные данные Оценить их гетерогенность Если гетерогенность присутствует Произвести поиск данных Которые могли бы объяснить ее Построить модель Корректирующую разницу В дизайне исследований Да? И соответственно Тогда вы сможете Я к чему это все говорю Да? Хотя в вступительном слове И было сказано Что вряд ли вы завтра Пойдете делать метаанализ Но когда вы читаете метаанализ Задайтесь вопросом А делал ли автор Вот это все? Потому что если автор Вам приводит Только лесной график И никоим образом Не показывает Как он изучал гетерогенность В этом случае Начинаем подозревать Что что-то здесь не так Потому что любой Кто занимается метаанализом Знает, что эту гетерогенность Проверять надо Вот Затем мы опять оцениваем Гетерогенность Отсутствует произвести анализ Возможности наличия Публикационных ошибок Произвести коррекцию И суммарный показатель Терапевтической эффективности Когда мы уверены В том, что все коррекции Выполнены Теперь новые подходы В метаанализе Это все было старые подходы Если вы не заметили Вот А теперь новые подходы Два Их на самом деле два Я упомяну Это непрямые сравнения Так называемый Сетевой метаанализ Это в последнее время Вот последний писк моды Вот Network metaanalysis Это вот Это вот наше все Теперь Почему? Дело в том, что Network metaanalysis Да, сетевой метаанализ Он позволяет сравнивать Препараты, которые Напрямую не сравнивались Практически все препараты На этапе По крайней мере регистрации Проходят сравнение с плацебо И соответственно Иногда интересно Проверить Да Препарат А сравнивался с плацебо Препарат Б сравнивался с плацебо А как А соотносится с Б Если напрямую Анализа не производилась Вот На этот вопрос Отвечает сетевой метаанализ Да Значит Идея сетевого метаанализа Как раз Что мы используем Всю информацию На самом деле Это Математически Или статистически Это примерно Тот же самый метаанализ Со случайными факторами С дополнительными Некими вещами Поэтому не буду долго Останавливаться Вот на этом Все Так А что это он А Все Да Вот почему он называется Сетевым Да Потому что Видите Как бы сравниваются Все возможные комбинации Все возможные сравнения Можно сделать И вот Первый график Который Вот как здесь показано Да Кто с чем сравнивался Вот обратите пожалуйста Внимание Да У нас не было прямых сравнений Для статинов Которые показаны здесь Все они сравнивались Только с плацебо Если бы были сравнения Друг с другом То тогда были бы Проведены вот здесь Вот линии То есть глядя на этот график Вы можете увидеть Что было в оригинальных Публикациях Кроме того Мы видим Что наибольшее количество Наблюдений То есть Либо наибольшее количество Исследований Либо наибольшее количество Пациентов Было в исследованиях С симвостатином На втором месте Шел Право статин Да А вот Аторвостатин Флувостатин И ловвостатин Имели уже меньше Количество пациентов Да То есть соответственно Вот этот график Позволяет нам оценить Суммарно Данные Которые у нас есть А вот дальше Начинается Самое интересное Да В рамках сетевого Метаанализа Мы сами указываем С чем мы хотим сравнивать То есть Какая у нас Группа сравнения Машина За нас пересчитывает Указали ей мы Что хотим Сравнение с плацебо Вот вам пожалуйста Да Плацебо нулевое И затем все остальные Насколько они отличаются От плацебо По эффекту Но можем Сравнивать и не с плацебо На той же самой базе данных Да Сравнение с другом Да Словостатином И сразу же видно Да Видите Флувостатин Ну понятно Что все они Недостоверны будут Но тем не менее Хуже немножко Да Наоборот Лучше Лучше немножко Да Лучше немножко А правостатин Лучше немножко Причем вот он Даже достоверно лучше Видите Чем ловостатин Минус 0,65 Минус 0,03 Вот Ну и так далее То есть Иными словами Располагая Этой методикой И соответствующей Базой данных Исследований Вы можете ответить На вопрос Да Сравнение с каждым Из этих препаратов Который вас интересует Вот Следующий Метод Метаанализа Который в последнее время Тоже начинает Получать распространение Я видел В раздатках Что про Байесовскую методику У вас говорит Что же я там видел Вот Ну ладно Значит Байесовская статистика Чтобы просто было понятно Байесовская методология Происходит От английского Не фамилия Байеса От английской поговорки Да Если что-то Выглядит как утка Ходит как утка Крякает как утка Это скорее всего утка Да То есть Идея Байесовской методологии Заключается в следующем Что мы начинаем С того что У нас нету Никаких представлений Да О том Правда это или нет Затем К нам приходят данные Ну Томас Байес Священник Который опубликовал Эту работу Причем Рискнул опубликовать Ее только после своей смерти Доказать в том теореме Того Как Факты Влияют на нашу веру Да То есть Если вы Ну понимаете Вот предположим Вы не верите В Бога И вот вы считаете Что его точно нет И убеждены в этом А потом Вы берете И встречаетесь У вас куст горит И голос с небес С вами разговаривает Да Вот И после этого Да Вы говорите Верую Господи И это самое И вы встретились Потому что вам были даны Очень сильные доказательства И после этого Когда другие люди Которые с вами встретятся Будут убеждать вас Что это было неправда Вы им не поверите Потому что вы это видели Своими глазами И только на больших дозах Вот Поэтому соответственно Да Вот эта вот идея Байсовского метаанализа Она берет И считает Да Как меняется Распределение Да Возможных эффектов Под нашими данными В результате использования наших данных А результат Байсовского метаанализа Выглядит не так красиво Как выглядят Вот эти самые Лесные графики Это распределение То что называется Апостериорное распределение Априорное распределение До факта До того Как мы получили Какие-то данные Апостериорное распределение После того Как мы эти данные получили И вот соответственно После того Как все исследования Были проанализированы Вот у нас Это распределение Это соответственно Вот Мю Это распределение логарифма отношения шансов. Вот оно. Во-первых, что мы видим? Оно достаточно узенькое, это распределение логарифма шансов. И мы можем ответить на вопрос, какой процент оказывается выше нуля. То есть с какой вероятностью результат недостоверен. И мы можем сказать, что истинная популяционная ОША менее единицы, то есть препарат работает, 91% для полупараметрической модели и 95% для параметрической модели. Соответственно, а вот дальше уже мы можем обсуждать, это много или мало. Ну, фактически 91% для полупараметрической, некий аналог нашего 009 будет. Но только здесь напрямую считается вероятность того, что результат положительный. В отличие от нашего статистического тестирования, которое, как вы знаете, это переворот гипотезы. Хотим узнать, работает препарат или нет, а начинаем с того, что предположим, что препарат не работает. Да, здесь вот предположим, что препарат работает. Какова вероятность того, что препарат работает? 91%. Много или мало, оценивайте в соответствии с остальными данными. Ну, следующая методика, которая используется иногда, это метарегрессия. Метарегрессия. Метарегрессия – это методика метаанализов, в которой учитываются еще дополнительные влияющие факторы. Например, вы можете учитывать, какой препарат был. Вот, помните, я показывал в самом начале эти тезисы, да, то есть какие препараты были. В какой стране проводилось, какое качество, например, какая-то оценка была. Ну, и целый ряд других параметров. Воз, средний возраст пациентов в исследовании. Соответственно, в настоящий момент появились широкие возможности для выполнения метааналитических исследований. Сразу скажу, я не останавливался на метаанализе оригинальных исследований. Такое у нас тоже сейчас бывает, когда просто звонят всем исследователям и говорят, дайте данные. Вот, потому что это принципиально немножко другая вещь со статистической точки зрения. Второе, что менее жесткие критерии отбора исследований для включения позволяют точнее изучить общую картину, чтобы мы не выплеснули с водой и ребенка. Да, то есть мы включили все, мы посмотрели, как это работает, мы увидели, вот как вы там… Господи, ну ладно. Размахался руками. Вот, значит, соответственно, спасибо. Да, мы увидели, что если мы отрежем выше от определенного уровня, у нас результаты оказываются одинаковыми, но при этом надо помнить про метаглупость. Следующее, неадекватное оформление научных публикаций усложняет суммарный анализ. Желательно, чтобы у нас все данные были легко выкопированы. Ну и особую проблему это представляет там, где у нас есть русскоязычная литература. Вот, значит, и самое главное, да, вот, возможности есть, надо только выбрать правильную экипировку. Спасибо. Большое спасибо. Короткий вопрос, если есть у кого-то. Да. Как возможно, если возможно, повлиять на случайную ошибку? На случайную ошибку можно повлиять увеличением размера выборки. Единственный способ. Значит, смотрите. Нет, рандомизация не влияет на размер случайной ошибки. Рандомизация влияет на то, что у нас нету смещающих факторов. Значит, смотрите, у нас в исследовании, может быть, я на всякий случай все-таки еще раз повторюсь, потому что это самое важное, поэтому если кто-то это уже помнит и знает, тем не менее. У нас есть два типа ошибки. Случайная и систематическая. По-английски это называется, соответственно, error и bias. Биас – это систематическая ошибка. Значит, систематическая ошибка – это когда вы начинете измерять артериальное давление на пятом этаже, после того, как человек, здание без лифта, сразу же после того, как человек поднялся. В этой ситуации у вас всегда артериальное давление будет выше, чем оно у человека в покое. И оно будет, это будет один сильный эффект, который будет смещать результат, поэтому еще иногда систематическую ошибку называют смещением, смещает результат в одну сторону. Соответственно, теперь предположим, что у нас есть исследование нерандомизированное. Пациенты сами выбирают, в какую группу идти. В группу контроля или в группу, ну, в смысле, в группу препарата А и группу препарата Б. Препарат А, препарат таргетной терапии, стоит очень много денег, не включен в ЖНЛВП. Препарат Б, известный старый препарат, включен во все возможные списки, стоит копейки. Соответственно, мы получаем ситуацию, в которой в группе А у нас люди состоятельные, которые могут себе обеспечить хороший уход, которые могут себе обеспечить, которые, в принципе, ведут более здоровый образ жизни, которые с высокой степенью частоты более комплоентны. А в группе Б у нас средний пациент. Вернее, хуже среднего пациента, потому что группа самых хороших пациентов ушла в группу А. В результате этого вы получаете различия между группами, которые были бы, даже если бы таргетная терапия работала не лучше классической терапии. Это систематическая ошибка. Систематическую ошибку убрать нельзя. Статистика систематическими ошибками фактически не занимается. Есть исключения, можно делать статистические модели, что мы учли какие-то факторы, измерили. Но основная идея заключается в том, что у нас всегда, если мы не делаем рандомизацию, остается возможность для неучтенной систематической ошибки. А? Не-не-не. Систематическая. Если нет рандомизации, мы никогда не можем быть уверены в том, что у нас нет неучтенной систематической ошибки. Теперь, для того, чтобы справиться с этой проблемой, и в принципе это было достижение Фишера, он показал, что в том случае, если мы проводим процедуру рандомизации, то есть иными словами, случайным образом берем группу, которая соответствует критериям включения-невключения, и, соответственно, мы ее случайным образом делим на две подгруппы, одна из которых будет получать активную терапию, вторая – контрольную терапию, то в этой ситуации у нас все факторы в одной и в другой группе будут сбалансированы. То есть, иными словами, мы гарантируем таким образом, что у нас систематические факторы не влияют на исход. Да? Они все сбалансированы. Соответственно, рандомизированное исследование дает нам гарантию того, что у нас нету смещения. Но дает эту гарантию только в том случае, если она достаточно большая. Размеры выборки, да? Поэтому, собственно говоря, когда вы читаете результаты РКИ, вы видите, что там всегда идет табличка основных показателей, чтобы показать, что рандомизация прошла хорошо. Вот. Теперь, соответственно, все, что остается в РКИ – это случайная ошибка. Фактически в РКИ вы имеете только случайную ошибку. И вот с ней уже бороться вы практически не можете никак. Да? Вы ее можете только количественно описать и посмотреть, как это количественное описание влияет на ваши результаты. То есть, строго говоря, ну вот я обычно, когда рассказываю про это, что нужно понимать? Есть случайная ошибка. Случайная ошибка – это шум. Он присутствует всегда. И если сигнал у вас, то, что вы хотите найти, размер эффекта, он большой, то в этой ситуации у вас, вы его увидите. А теперь представьте себе, что сигнал у нас маленький, слабенький. Я говорю совершенно тихо. Вы тогда начинаете слышать, как работает вот это вот. Правильно? До этого вы ничего не слышали. И вам уже, особенно сзади, будет очень… Вы напряглись, чтобы слышать. Напряглись, затихли. И вот это вот, соответственно, да? Вот тогда вам нужна маленькая ошибка, чтобы увидеть маленький сигнал. Соответственно, чем более шумные у вас данные, тем сложнее вам найти различия между группами. Как, соответственно, мы можем уменьшить на предыдущем этапе стандартное отклонение, из которого следует суммарная ошибка? Суммарная ошибка зависит от стандартного отклонения, то есть разброса шумности данных, и от размера выборки. Вы можете увеличить размер выборки, да? Или варьировать критериями включения и невключения, то есть сделать гомогенную группу. Поэтому в клинических испытаниях у нас всегда вот такой список критерий включения и невключения. Мы отбираем очень гомогенную группу. В результате этого разброс данных внутри этой группы очень маленький. И, соответственно, мы можем обойтись относительно небольшим размером выборки. Поэтому сейчас, например, идет борьба между, с одной стороны, значит, вот фармфирмы, каждый человек стоит очень дорого в клинических испытаниях. Поэтому они хотят как можно более маленький размер выборки. Поэтому они делают очень узкие критерии включения и невключения. В результате этого у нас результаты РКИ негенерализуемы. И поэтому говорится, что после того, как было доказано, что препарат, имея теоретическую эффективность, в РКИ, которое провела фармфирма, надо провести то, что называется, большие прагматические испытания, при которых у нас критерии включения очень широкие, таких пациентов очень много. Зато, соответственно, размер выборки будет очень большой. Они большие, с маленькой стоимостью каждого пациента, не надо его детально мониторировать на всех этапах, и, соответственно, посмотреть, а есть ли эффект в реальной жизни. Вот таким образом мы боремся со случайной ошибкой. Есть еще другая крайность, которую Малкл вчера описывал, о том, что когда исследование неэффективно в рандомизированном исследовании, компании говорят, давайте посмотрим на мониторирование пациентов и реальные данные. Но препарат уже неэффективен в рандомизированном исследовании изначально. Это как бы другая крайность. Ну, фактически, да, когда мы обсуждаем доказательства эффективности чего-то, у нас вначале должно быть продемонстрировано, что препарат в лучших условиях, в наилучших условиях работает. То есть у него есть теоретическая эффективность. Если фармфирма получила незначимые результаты, то в этом случае задается вопрос, а где доказательства, что эффективность в принципе существует? Возьмите другую группу. Да, как в свое время было, шутили, не очень корректная шутка, но тем не менее, когда проваливались одна за другой исследования по вакцине против ВИЧ-инфекции, то там все время находилась какая-нибудь подгруппа, на которой она вроде бы оказывала влияние. И поэтому была злобная шутка на тему того, что в конце концов будет выявлено, что эта вакцина работает у афроамериканок без одной ноги, которые являются лесбиянками. Потому что если мы будем на конце концов делить на какие-то подгруппы, в какой-то отдельной подгруппе, у нас случайно получится положительный результат. Поэтому нет, мы вначале... Причем, что очень важно, все обсервационные исследования, они во многом являются гипотезогенерирующими, не гипотезоподтверждающими. Очень важно в РКИ, что мы вначале выдвигаем гипотезу, потом ее тестируем со статистической точки зрения. А вот то, что у нас обычно делают, когда занимаются наукой, называется это по-английски fishing expedition, или рыбалка. То есть когда мы берем... Ну, классическое диссертационное исследование, это 10 пациентов, аспирантское исследование, 10 пациентов, 100 параметров. И корреляция между ними. Вот, чисто статистически, да, мы знаем, что если у нас есть 100 корреляций, из них 5 будут значимыми. Потом надо будет только придумать, почему именно эти значимые. Вот и все. Вот, да, понятно. Поэтому, строго говоря, вот со статистической точки зрения, да, вы должны вначале выдвинуть гипотезу, основную гипотезу, зачем ее проверять? Если эта гипотеза была выдвинута и провалилась, все, вы должны вернуться назад к проверке гипотезы. Да, не пытаться доказать это как-то еще другим способом, еще под группой. Да, именно. Не надо... Если рандомизированное исследование что-то показало, это не значит, что оно будет работать, но если рандомизированное исследование показало, что нет эффекта, то и не надо пытаться его искать. Лучше придумать новое рандомизированное исследование, лучше вообще не использовать. Собственно говоря, это путь утверждения разрешения клинических, разрешения препаратов. Строго говоря, да, первая фаза. Но там просто на самом деле все знают, что после третьей фазы, если там не будет различий, причем там, я сейчас не помню, сколько FDA требует обязательно исследований, по-моему, то ли три, чтобы было на момент подачи заявления на разрешение разных исследований. Поэтому все понимают, что можно потратить несколько миллионов долларов и не выйти на рынок. Поэтому, соответственно, фирма что делает? На первом этапе она скринирует. И, кстати, в онкологии это гигантская проблема, потому что в онкологии принято публиковать исследование первой фазы. В других областях медицины исследования первой фазы не публикуются, потому что они обычно делаются на здоровых добровольцах. Потому что исследование первой фазы это просто проверка отсутствия токсичности препарата. Поскольку в онкологии это идет на пациентах, то, соответственно, всем начинает казаться, что исследование первой фазы это исследование лечения. Ничего подобного. Поэтому, соответственно, первая фаза токсичность, вторая фаза вообще в принципе это будет работать или нет. Поэтому вот эти есть пивотл, которые наконец-то показывают, что вроде бы эффект существует, а затем подтверждение, что эффект действительно существует в третьей фазе. Вот если этого нет, то препарат не получит разрешение. Отличный пример – это адевантная вакцинотерапия. Исследование было при раке легком, при меланоме. Была первая фаза замечательная, вторая фаза что-то видит, отличная. Третья фаза гигантская. Участвовало гигантское количество стран, в том числе Россия, множество центров, и никакого эффекта. И после этого, это Глакс Минкляйн, если я не ошибаюсь, в принципе вопрос об адевантной вакцинотерапии при операбельном раке легком и операбельном меланоме был закрыт на данный момент. Верморфинип там отдельная тема. Я думаю, что у нас будет целая секция по меланоме, и там точно будут рассказывать и про верморфинип, и поддоброфинип, и про траметинип, и про все их комбинации. Были, и там расскажут, почему. И там были вполне обоснования. Значит, смотрите, что касается разрешений после второй фазы. Разрешения после второй фазы теоретически возможны, то после пивотальных, если несколько было других исследований второй фазы, которые показали то же самое, объединение показывает, что эффект будет. И регулятор считает, что есть гигантская необходимость в получении пациентами доступа к этим препаратам. Подобное было сделано для АЗТ в свое время, когда была эпидемия, вот, и шла на подъем эпидемия СПИДа. Вот. И до сих пор FDA ругают, то есть те же самые люди, которые добились разрешения АЗТ после второй фазы, они ругают. Почему? Потому что не была достаточным образом изучена токсичность препарата. Дело в том, что если еще эффект на второй фазе, если он вот таких размеров, да, вот как я громко кричал в микрофон, да, вот если эффект вот такой, то уже понятно, что никакое другое исследование не потребуется. Да, оно будет меньше, чем это исследование второй фазы для того, чтобы доказать, и регулятор не требует этого. То вот токсичность на небольшой группе, вот она не проверяется. И вот в третьей фазе, и третья фаза-то маленькая для проверки токсичности для многих препаратов, но вот третья фаза, она позволяет, хотя бы часто встречающаясь, вторая фаза этого не позволяет делать. И вот их ругают как раз за токсичность, недостаточное изучение. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, я думаю, что у нас осталась лекция и практическая занятия, и мы все задержимся, никто же не против. И ничего страшного, что мы задержались. Думаю, была очень интересная дискуссия. Спасибо огромное. Мне кажется, ответ можно. Можно выкинуть какие угодно исследования из форестплота и показать, как будет выглядеть без этих исследований. Я думаю, что можно технически это сделать. То есть можно технически манипулировать. Нет, ну смотрите, нет, нет, смотрите, смотрите. Вот я показывал, у меня там, по-моему, было 9 исследований. Мы выкидываем по одному. Смотрим, как изменяется результат. Это 9 графиков. Затем мы выкидываем по 2. Да? Это еще соответственно. То есть количество графиков, которые можно нарисовать, оно будет даже на 9 огромное. Можно ли этим манипулировать? Можно. Вот как раз вопрос отбора. Нет, вот смотрите, вы имеете в виду злобный автор статьи. Да, да. А, понятно. Нет, смотрите, дело в том, что когда я показывал модель со случайными факторами, она включает все исследования. Она включает все исследования. То есть, опять-таки, я еще раз повторюсь. Нет, здесь вопрос был по, я думаю, что отбор исследований. Систематический обзор. Значит, смотрите, я делаю вначале систематический обзор. Я говорю, значит, я искал статьи, используя следующий поисковый запрос. Да? Например, там, церебролизин and stroke and death. Да? Исследования по церебролизину, которые изучали смертность после ишемического инсульта. Соответственно, я говорю, что я нашел столько-то статей, такие-то критерии качества у меня были. Что, например, это обязательно должно быть рандомизированное контролируемое исследование. В качестве группы контроля должно быть плацебо. Все. Я это написал. После того, как я это написал, как и во всех остальных случаях. Да? Ведь мы же всегда верим авторам статьи, что они действительно проводили анализ. А не то, что они взяли для исследования биоэквивалентности. Ну, вернее, есть просто история. Я на секундочку еще задержусь просто. Некоторое время тому назад был жуткий скандальчик. Был такой товарищ, фамилия его Сингх, очень распространенная фамилия. Рассказывали, да? Про термитов, которые у него ели, карточки и так далее. Да? Вот, пожалуйста. То есть, ну, он не знал статистику. Он просто не знал статистику, поэтому он подделал результаты так, что народ, который его проверял, сумел это обнаружить. Да? Потому что они обнаружили, что там ошибка была не случайной. Потому что, когда человек придумывает данные, он не может придумать случайную, наложить на результат случайную ошибку. Знал бы он статистику чуть получше, его бы на этом не подловили. Да вот, что меня всегда пугает в обучении статистики. А еще, когда мы начинали вот все эти рассуждения про доказательную медицину, соответственно, в 98-99 годах, когда еще люди не знали, что такое рандомизация и рандомизированное контролируемое испытание, понимаете, было же элементарно. Когда человек пишет, что у него было рандомизированное контролируемое испытание, делили на группы по дням прихода. Да? Вот тут человека написано в статье, и можно понимать, что он нам не то показывает. Сейчас же все нормально. Использовали простую, случайную рандомизацию, разбили 30 человек на две подгруппы по 15. Вот, понимаете, так что здесь вот мы верим, что авторы, почему авторы не врут? Потому что они боятся, что их кто-то проверит. Да? Что придет кто-то, кто сомневается в их результате и повторит, да, это известная история про, может, вам рассказывали или нет, про эффект от гомеопатии. В журнал Nature пришла статья, которая показала, что гомеопатический эффект существует. То есть разводили антитела и в гомеопатическом разведении они вызывали дгрануляцию монстоцитов. Значит, соответственно, обнюхали со всех сторон исследование. Вроде бы чистое, да? Причем исследователь не замечен в том, что он все время всех обманывает. Известная исследовательская французская лаборатория. Nature принял статью к публикации, но попросил две других лаборатории независимо подтвердить, что это работает. Две других исследовательских лаборатории провели анализ, у них ничего не получилось, поэтому в следующем номере было опубликовано, не разгром, просто не подтверждение, он не врал. Просто случайно может оказаться... Работает. Да, что работает, да. Случайно. А здесь подошли в акцин? Не, ну не, дело даже не в этом. Вот они делали эксперимент, у них получилось, но это, кстати, известно было по манипуляциям, табачными компаниями с результатами, целый ряд других. Вот. Соответственно, вот это вот проверка. И любой исследователь, он боится этой проверки. Он не хочет. Возвращаясь к ответу на ваш вопрос. Я указал, как я искал статьи. Другой человек приходит, берет мою поисковую, мой поисковый запрос, заходит и не видит там статьи. Тогда он пишет письмо. Зачем нужны письма редактору, да? И он пишет письмо. Мне непонятно, почему не была включена статья такая-то, которая полностью соответствовала критериям включения-исключения и находится поисковым запросом, который использовал автор. Да? И вот это вот как раз наличие систематического обзора, наличие обязательной публикации поисковой стратегии, да, оно и гарантирует нас от того, что один вставит одну статью, другой другую статью. Спасибо. Большое спасибо. Мы перейдем к следующей лекции. Где вам придется как следует собраться, да. На самом деле, по поводу метаанализа, если вы прочитали метаанализ при должном знании, в принципе, можете прийти домой и повторить этот метаанализ. Если вы не можете это повторить при должных знаниях, то значит, либо у вас не хватает знаний, либо метаанализ написан плохо, потому что вся информация в метаанализе, как он сделан, может быть воспроизведена спокойно любым человеком, обладающим возможностями поиска и работая с статистическими пакетами.